Моя пробоведь называется Земная жизнь управляется из духовного Имеется в виду, наша жизнь здесь на земле Физически, которую мы видим Имеет непосредственную связь с тем, что находится в духе То есть мы видим на улице люди ходят Кто-то смеется, кто-то плачет На самом деле их смех или плач прежде всего рождается в духовном Духовная сфера в духе Это может быть негативная духовная сфера Или положительная духовная сфера Оно влияет больше, чем мы думаем Многие люди живут как будто Вся жизнь, оно начинается из земли и заканчивается из земли Нищета или богатство Начинается не из земли Оно начинается в духовном мире Плач или радость Начинается в духовном мире Болезнь или здоровье Все рождается из духовного мира Оно не начинается только из видимого Заметите Духовное более реальное даже По сравнению с физическим Потому что из духовного физическое происходит Поэтому источник всегда важнее И более оригинальный, чем то, что появилось Поэтому заметьте Жизнь на земле имеет прямую зависимость От того, что происходит в духе В духовном мире Притом, напоминаю Когда я говорю в духовном мире Я не только имею в виду в духе святом В духовном мире, может быть, в духовном мире С божьей стороны А бывает в духовном мире С дьяволской стороны И то, и другое Это духовный мир И оно в зависимости от того К какому из них ты подключен В любом случае Твоя жизнь зависит от этого Библия говорит Книга притчи 20 глава 27 стих Светилник Господень Дух человека Испытывающий все глубины сердца То есть Когда Бог хочет влиять На тебя На твою жизнь На твою семью На восприятие жизни твоей Очистить тебя от чего-то Освободить тебя от чего-то Благословить тебя чем-то Дать тебе что-то Он начинает все Из твоего духа Потому что Господь работает Исключительно через духа человека Книга Экклезиаст 12.7 И возвратится праж В землю Чем он и был Это наше тело А дух Возвратится к Богу Который дал его Заметите Настоящее я Это не мое тело И не твое тело Твое тело Это костюм Создан из глины Который Бог создал Специально Чтобы твой дух Имел Где обитать Так Павел его называет Дом Или хижину Когда он Назвает его дом Это когда все красиво А когда она Начнет умереть Он назвает хижину Который Разлагается Уже Постоянно Заметите Не живи Сознательно Только к твоему телу Потому что Тело Не имеет Вечности Поэтому Его всегда Тянет Туда Куда твой дух Куда твой дух Будет весьма Вредно Многие люди Попадают в аду В ад Не из-за духа А из-за тела Живи Сознанием Или более Сознательно К духу К духовному И тогда Аппетит тела Не приведет тебя В ад Обидно Много лет Ходить в церковь Петь Пригодь со всеми В церкви И в конце Быть в аду Только потому что Тело твое Имело Определение Аппетит И сказать Нету им У тебя не было Возможности Сили Причина Ты жил Больше Осознанно К телу Нежели к духу Заметите Тело Возвратится В прах Откуда Он Из него состоит Он его А дух Возвратится К Богу Который его дал То есть Дух твой Божий Он его Это он его отдал Заметите Человек Он дух Бог Есть дух И ты Успешен Когда твой Дух Черпает От Бога Который Тоже Есть Дух Твое Соединение С Богом Общение С Богом Жизнь С Богом Сделает Чтобы Твоя Физическая Жизнь То есть Жизнь На земле Была Успешна Почему Жизнь Духовная А потому что Человек Есть Дух И не живи Только Ради Плоти Живи Ради Аппетитов Духа А у Духа Есть аппетиты Какие Общение С Богом Доброта Проявлять Царство Божие Проявлять Характер Божий Проявлять То что Божие Это то К чему Его тянет К этому Наше тело К чему тянется К одному Дереву Которое Запрещенное К тем Две Тысячи Которые Свободно Доступны Тело Его туда Не тянет А вот К одному Который Посреди Рая Туда Тело Тянет Послание К евреям 11 глава 1 стих Там написано Так Ибо Вера Же Есть Слушайте внимательно Уверенность В невидимом И осуществление Ожидаемого Сразу Пазл Как-то Четко Первое Вера Это Неуверенность В видимом Потому что Оно временное А уверенность В то Невидимом Духовном Которое Вечное Поэтому Получается Когда Бог Хотел Создать Небо И землю Ничего Не было Из Невидимого Он Создал Землю Из Невидимого Он Создал Вселенную Из Духовного Он Создал Все Если Человек Сумеет Влиять На Духовное То Рано Или Поздно То Что Он Ожидает Появится В физической Его Жизни Заметите Все Что В жизни У нас Есть Все Что Влияет На Нас Все Что Может Быть Где-то Проявляться В нас Оно Начинается С Духовного Пастор Генри Да Я Обижен Так Стоп Стоп Я понимаю Что ты Обижен Тебя Обидели Да 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 Но Давайте Посмотрим Откуда Появилась Обида Оно Началось Не Из Много Оно Началось С Духовного Мира Заметите Есть Такой Дух Который Называется Дух Обиды И Получается К тебе Подошел Человек Что-то Наговорил И у тебя Есть Выбор Так Простить Улыбаться Дальше Радоваться Дальше А А это Дух Обиды Приходит 18 лет Имевшая Дух Немоши Она Была Скорчена И Не Могла Выпрямиться Если Мы Спросили У Врача Что С Этой Женщиной Врач Не Говорил Б У Него Есть Дух Немоши Нет Врач Б Сказал Она Скорчена И Не Может Выпрямиться Это Позвоночник Или Это Передано От Его Родителей Или Это Подняла Она Тяжелая Неправильная Не стояла Так Как Должно Врач Имел Бы Много Объяснения Почему Она Скорчена И Не Может Выпрямиться И Врач Был Б Прав Почему Потому Что Врач Видит Вот Это Влияние На Физическом Уровне И Оно И Полное Научное Объяснение Но Вот Это С Полным Научным Объяснением Явлением На самом Деле же Включил Его Дух Неможи Вот Этот Рак Это Видимое Явление Ага Это Клетка Умножилась Неправильно И Вторая Умножилась И Третий Четвертый И Вышли Из Неконтроля И Теперь Они Распространяются По всему Телу Это Метастазия Называется И Врачи Это Могут Объяснять С Какого Момента Либо У тебя Стресс Много Либо Ты Не Ела Или Ел И Ничего Дел Много Чего Курил Много Лет Это Все Медообъяснение Научное Но Включатель Это Был Дух И Получается И И Дух Из Дух И Из Физ И Он Говорит Эта Женщина Там Была Женщина 11 Стих Она Была 18 Лет Имеющая Дух Немнож который было 18 лет иисус и силе у женщин женщина выпрямилась до врач мог бы сказать да позвоночник теперь все нормально тут диск была нарушена сейчас почему-то на месте а тут было грижа а сейчас почему-то нет а тут было протрузии а сейчас почему-то нет а вот это 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 было вообще не было эти диски а сейчас почему-то есть он бы как констатировал факт что все на месте но как это произошло он бы не объяснял потому что она имеет свое начало в духе смотрите как иисус объяснил 16 стих сюжет дочь аврааму которую связал сатана вот уже 18 лет не надлежало ли освободить от усих в день субботний оказывается когда эта женщина была скована не выпрямилась это сатана связал ее если бы мы ее спрашивали ты связан она бы сказал нет я просто не могу выпрямиться просто мое тело на самом деле в духе были веревки дьявольские веревки которые связали ее она не ощущала как таково веревки она только ощущала что она не могла делать то что должна как я могу знать что я связан чем-то это когда я хочу делать то что надо то что я должен и не могу я должен радоваться не получается я должен быть успешным не получается я должен прорваться не получается я должен освободиться не получается я должен оставить грех не получается я должен прекратить это отношения не получается я должен это значит, ты связан сатаной. Надо развязать. Интересно, чем сатана тебя связал? В чем он тебя связал? В чем он тебя держит? В чем он доминирует тебя? Какие извещают твои жизни, которые, когда появляются у тебя силы, сказать нет? Нет. Ты связан. Ты в рабстве. Можно 250 аргументов оправдывающих, не меняется ситуация. Рабство, веревки, ты связан. На духовном уровне, если поменять это в духе, ты становишься свободным в духе и станешь свободным и наяву. Написано в Якова, 4 глава, 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Оказывается, когда есть дьяволские действия из духовного мира против нас, мы с вами, как божьи дети, имеем право стать. Что такое противостать? Это значит, я бегу от дьявола, да? С большей скоростью потом думает, чего я бегу? А почему я от дьявола убегаю? Какое он имеет право меня-то за мной? Нет. Начинаю уже меньше и потом остановиться. Может, не сразу получится остановиться, но хотя бы уменьшить скорость. Потом стоп. И дьявол в шоке. Чего он остановился? И когда ты останавливаешься, дьявол начинает на тебя кричать, говорит, Ричард, и ты поверни, скажешь, нет дьявол, а-а-а. Я подчинен Богу. Написано, покорись Богу, отдай себя Богу, живи по-божьему, будь послушанием Богу и получишь силу, власть. Сказать дьяволу, нет! И он убежит. Если ты не подчинен Богу, дьявол никуда не убежит. Он может за кустами там спрятаться и через два часа вернуться, когда ты уже отошел. Знаете, послушал какую-то кассету или проповедь пастора Генри, и как-то оно повлияло на тебя. Дьявол себе в кустах сидит, потому что он знает, что это еще ты не подчинен Богу. И через четыре часа он придет, ты забыл проповеди, забыл эти эмоции после молитвы пастора, и ты, и он вернется снова. И вообще, как бы ни в чем не бывало. Поэтому, чтобы мы могли противостать дьявол, чтобы он убежал, нужно подчинять себя Богу. Это добровольное явление. Поэтому написано здесь, седьмой стих, покоритесь Богу, будь в послушании Богу. Больно слушается, трудно слушается, не хочется слушается, не модно слушается, а как не хочется слушается все равно. В официальном четвертом главе, написано в 27 стихе, не давайте место дьяволу. Не дайте место дьяволу. Кто крал, не кради Божий. Оказывается, воровать дают место дьяволу. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, только доброе. Оказывается, гнилее слова дают место дьяволу. Вот раздражение, ярус, гнев, крик, злоречие, всякое зло бы, да будут удалены от вас. Список не заканчивается, потому что то, с чем мы можем дать место дьяволу, очень много. Я бы сказал так, все греховные поступки и разговоры дают место дьяволу. Как влиять на жизнь из духовного? Это естественный вопрос. Как влиять? Смотрите, самое первое, как мы можем влиять на физического мира, на нашу жизнь из духовного мира. Самое широкое, глобальное, это слово Божие и его действия в нашей жизни. Почему? Вот я прочту вам Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих и 3. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богу. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Как было создано все видимое из невидимого? Через слово. То есть все начало быть через слово. То есть, если слово создал, слово может корректировать, слово может защитить, слово может улучшить, слово может умножить. Короче, слово Божие – это Божие средства для творения, для сохранения, для расширения, для благословения, для того, чтобы все, что в невидимом, стало видимым. Канал, через который все течет из невидимого, из невидимого к нам видимое, называется Слово Божие, Божие обетования и принципы духовные. Псалом 1, 3 стих читаем. «Он будет как дерево посаженное при потоках воли, который приносит плод своего время свое, лист которого не вянет во всем, что он делает и успеет». Заметите, этот человек успешный. И все это начинается с духовного. Не говорится, у него два образования, три образования, хотя ничего плохого в образовании нет. Не говорится, что у него знакомство в министерстве, в Верховной Раде. Все это тоже хорошо. Там не говорится, у него папа был миллиардер. Это тоже хорошо. Но здесь причина, почему он как дерево посаженное при потоках вод, который приносит плод своего время свое, это было потому, что выше в законе Божьем воля его. И о законе его размышляет день и ночь. Вы меня не спросите, пожалуйста, как воля его подчинил Слову Божьему, как размышлять над Словом Божьим день и ночь может приносить такое богатство и успех? Не спрашивайте у меня. Одно я знаю. Если ты так делаешь, в духовном мире корректировка делается, и в твою жизнь начинается благословение. Только потому, что ты размышляешь над Словом Божьим. Но не только. Первое, что он делает или не делает, он не ходит на некоторый совет. Он не слушает некоторые слова. Он не слушает некоторые высказывания, которые греховные или приводят к греху. Он все это избегает. Поэтому дело не только в том, что он делает, а дело также в том, что он не делает. Многие люди делают правильно, но столько же делают неправильно. И в результате у них ноль. То есть они провозглашали обетование Божие правильно, они пришли на собрание правильно, дали десятину правильно, но они точно так же сидят, общаются с тем, что не надо. У них нету такого стержень непорочности внутри. Его нет. И в результате не видно их пребывания в Боге. Потому что это правильно, аннулируется этим неправильно. И в результате человек буксует в одной и той же точке всю жизнь. Слово Божие. Считай его. Говори его. Поступай по нему. И нужно свою жизнь корректировать, чтобы твоя жизнь приспособилась к Слову Божьему. Слово Божие не будет приспосабливаться к тебе, а мы должны приспосабливаться к Слову Божьему. Как бы волна ни было, как бы неприятно, меняй свою жизнь, пока оно не начнется ответствовать к Слову Божьему. Непривычно, не хочется. Ты привык нарушить. Теперь привыкай к нугову. И ты увидишь, какие сразу корректировки будут в твоей жизни. Благословение. Второе. И это то, с чем мы закончим. Духовная война, тире молитва. Заметите, наша молитва имеет несколько направлений, которые важны. Сначала прочту местописание. 2 Коринфянам 10, глава 3-4 стих. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердине. Ими не спровергаем замысли. Давайте я переведу, учитывая нашу сегодняшнюю тему. Ибо хотя мы живем в земной жизни, с телом физическим, но не по плоти воинствуем. То есть наши рычаги, влияние на земную жизнь, на плоти наше, на то, что вокруг нас видимое, и мы можем трогать, не плотские. То есть мы живем на земле, где все трогается. Но метод влияния на все, как мы живем, не из этой земли. То есть не используй земные рычаги для влияния на землю. Иди в духовное. И оттуда приди, и повлияешь на духовное, на жизненное, на жизнь земное. Вот. Оружия воинствования нашего не плотские, то есть не земные, не человеком созданные, не результат ума человека, его действия и интеллекта, но они черепают свою силу или силу не Богом, черепают свою силу у Бога, свои способности у Бога, свои возможности у Бога. И они на разрушение, твердение им не спроругая мысли и так дальше, и так дальше. Заметите, эти оружия, они божественные, духовные. Черепают свою силу от Бога, способность от Бога, цели от Бога, влияние от Бога. И они способны разрушать все дьяволское. Даже плод до твердения, это застоявшиеся убеждения, которые не от Бога, которые находятся в нас. Мы имеем с вами оружие. Первое. Мы можем молитвой менять то, что на земле, прикасаясь к духовному. Молитва как раз влияет сразу на духовное. Молитва может быть в виде первого проявления Божьей власти. Когда даже это не совсем молитва. Я говорю, как Иисус обратился к женщине, которая скорчена. Он сказал, ты освобождаешься от недуга твоего. Он не молился отцу. Он обратился к женщине. И в духе сатана, который связал его 18 лет, сбежал. И она развязалась. То есть мы можем то же самое. Обращаться к тем веревкам, к тем ситуациям, проблемам, которые в жизни пришли. В духе сказать и перемены. Второе. Мы можем просить у Бога. Библия говорит, просите и дано будет вам. Я могу прийти к Богу, просить с верою. И молитва веры Бог отвечает. Третье. Поклонение. Когда я поклоняюсь или ходатай в основную молитву, присутствие Божье приходит. Атмосфера Божьего присутствует. Атмосфера неба. А это духовная атмосфера неба. Когда приходит здесь на земле, то оно оставляет на земле. Благословение для земли. Вы понимаете? Если ты болел, присутствие Божье, которое приходит в поклонение, оставляет там, где была болезнь, оно приносит с собою исцеление, здоровье, процветание, перемена. Хочет менять что-то на земле? Меняй в духе. Хочешь менять свои ситуации, обстоятельства? Меняй в твоем духе внутри тебя твои решения, настрои и ожидания. Все остальное изменится, но все начинается из духовного. Означает, что нет вопроса в этой жизни, который мы не можем решать, потому что из духовного мы можем менять все. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академгородок. Пишите нам по адресу 01 001, город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36.